К другим темам. Бустеры и адаптеры, которые в народе называют треугольники, будут вне закона. Поправки в правила дорожного движения, которые обсуждают уже полгода, в ближайшее время вступят в силу. По словам инициаторов, сотрудников МВД России, документ уже на подпись у премьер-министра страны. А это значит, что детей до 7 лет можно будет перевозить только в детских креслах. Автоинспекторы уверены, требования спасут жизни многим, а вот некоторые родители таким изменениям не рады. Данила Выжевский выслушал все точки зрения. Вот так вот мы ездим постоянно. Какой у нас с собой машина. Никуда не сидится, туда. Утрамбовать в багажнике и салоне автомобиля спортивный инвентарь и экипировку дочерей после тренировки для Натальи Тереховой, как сыграть в Тетрис. Одних рюкзаков здесь 8. Места для двух автокресел в небольшой машине точно не хватит. Данное пристегивающее устройство, в принципе, нас очень устраивает. Я считаю, что оно для нас спасение. Поинтересовалось, например, данным вопросом у других родительниц. И, конечно, я хочу сказать, что большинство против, против такого нового введения, что только кресло. Потому что если 6 детей, если 5 детей, если дети где-то занимаются, каким образом справляться? Ну, КАМАЗ покупать? Таксисты уже подсчитывают убытки. Для многих из них требование перевозить детей только в автокреслах – гарантированная потеря прибыли. Теперь у них два варианта – либо раскошелиться, либо вовсе не возить юных пассажиров. Обычно я пристегиваю детей постарше треугольником, а если прям совсем маленький ребенок, я сажу его в бустер. И никто не жаловался из родителей, не понимаю, зачем эта поправка. Уменьшится место в машине для того же самого багажа и для родителей. И если, допустим, двое детей, это придется двух детей в кресло, значит, сзади уже не остается места совсем. Детское кресло стоит в среднем 8 тысяч рублей, в то время как бустер в четыре раза дешевле. Семье с двумя детьми, чтобы перевозить их с рождения до семи лет, необходимо как минимум шесть автокресел. По три на каждого ребенка, с учетом соблюдения весовых групп. Первое – до 13 килограммов. Средняя цена на такие люльки – около 4 тысяч рублей. Автокресло для ребенка весом от 9 до 18 килограммов обойдется в среднем 8 тысяч. И для тех, кто уже постарше и потяжелее – до 25 килограммов, удерживающее устройство стоит примерно те же 8 тысяч. Итого 40 тысяч рублей на двоих детей. Можно, конечно, купить кресло-трансформер на вырост. Но экономия небольшая. За два придется сразу отдать около 30 тысяч рублей. Как показал наш опрос, родители, покупая детское кресло, не то чтобы бояться получить штраф, просто беспокоятся о безопасности своих детей. Тем не менее, за последний месяц в магазине дорогих кресел, но надежных, продано 11. А вот менее безопасных, зато дешевых – 24. Садя ребенка в транспортное средство, водитель должен помнить, что детское кресло, оно приспособлено и гораздо больше пользы приносит, чем бустер либо адаптер. Соответственно, использовать нужно то детское удерживающее устройство, которое более обезопасит ребенка в автомобиле. С госавтоинспекторами согласны и эксперты. Многочисленные краш-тесты подтверждают – риск серьезно травмироваться больше, если использовать для перевозки обычные адаптеры. Бустеры немного надежнее, но и они из-за отсутствия боковой поддержки уступают в безопасности автокреслам. Вот этот сегмент недорогих кресел, чем он отличается от бустера? То же самое, только здесь добавлена спинка. Чем отличается недорогое кресло от дорогого кресла? Качество пластика, качество материала, качество боковой поддержки, особенно головочку, когда малыша, именно она помогает минимизировать травматизм бокового удара. Отсюда, конечно, цена. Только в прошлом году в Омске в авариях пострадали 194 ребенка. И только 19 детей находились в автомобилях без удерживающих устройств. Все они получили различные травмы. Выходит, все остальные были пристегнуты адаптерами для ремней безопасности или сидели в бустерах. Это тот случай, когда статистика показывает – на безопасности экономить нельзя. Данила Выжевский, Александр Ребуха, Артак Мурадян, Омск.Здесь.